Здравствуйте, я представляю вам обзор серии Age of Empires. Началась жизнь этой прекрасной серии в жанре RTS в 97 году. С первого же года продажи Age of Empires 1 игра разошлась аж в 15 миллионов копий игр. Это был абсолютный вид на тот момент. Игра к этой игре не выделялась, но фишка игры как раз не в этом. И сейчас вы это поймете. Немного о игре. Вам дается куча наций, и затем вы начинаете развивать свою цивилизацию с самого начального века. Исследуете технологии и нанимаете армию для защиты своего поселения от врагов и диких животных. В игре 4 типа ресурсов. Золото, камень, дерево и пища. Цель игры составляет в том, чтобы победить всех своих противников. Также в игре присутствовал мультиплеер, и соответственно можно было сыграть против реальных противников. На тот момент аналогов такой игры практически не было. Поэтому игра сразу же завоевала себе поклонников. Также в игре была прекрасная серия кампаний, которые затягивали игрока своей интересностью, но порой и сильной сложностью. Стоит отметить, что в 1998 году вышло дополнение от Age of Empires 1 The Rise of Rome. События происходили в период Древнего Рима и с нациями, соответственно, пальмирцами, македонцами, карпиньянами и рифами. Механизм игры не поменялся. Что можно сказать по игре в общем? На данный момент игра практически забыта. Всё-таки за пройденные года игра очень сильно устарела. Ну и потому, что у неё появился очень сильный потомок. В лице Age of Empires 2. И об этом как раз пойдёт речь далее. В 1999 году Microsoft сделала совершенно точно лучшую стратегию в жанре RTS, не считая Warcraft'а. Age of Empires 2 Эпоха Королевь. А в 2000 году дополнение Завоевателей. Игра сильно поменялась по сравнению с первой частью. Сильно улучшенная графика, много новых наций, юнитов, компаний. Всё это сильно преобразило новую часть. Перед нами предстаёт действительно породистая стратегия. Эдакий Майкл Джексон в своём жанре. Саундтрек главного меню также подобран шедеврально. Сразу же понимая, что перед тобой реально мужская игра. Начальная заставка радует. Сам игровой процесс при этом не поменялся. У нас также идёт развитие поэков, зарубы с противниками на море и на сутки. Постройка зданий. Только в этой части упор больше идёт на оборонительные действия. Наши враги начинают набеги уже со второй-третьей эпохи. Так что стены, башни и замки – это основные и жизненно важные построить данный период. В дополнение Завоевателей собрано побольше компаний, поэтому её и рассмотрим. Все компании основаны на исторических событиях и во многом с ними совпадают. Поэтому в компании стало играть ещё интереснее. В нашем распоряжении аж 9 компаний. А в эпохе Королей их было всего 5. Вот они – Жанна Д'Арк, Вильям Волос, Саладин, Чингисхан, Фридрих I, Барбарос. Во всех минимум по 6 миссий, поэтому скучать не придётся. Завоевателя добавили ещё 4. Атила, Эль Сип, Нанты Фума и компания с набором маленьких миссий под названием Диппи. Также стоит отметить, что дополнение Завоевателей отличается не только компаниями от оригинала, но и юнитами, и нациями, и технологиями. Все нации по-своему хороши, и выделять из них кого-то я не буду, ибо всем нравятся свои, а каждые друг от друга отличаются своими фичами, технологиями и так далее. Вот такой вот у нас набор наций. Юниты у каждой нации свои, и именно в этом плане они, в общем-то, по большей части и отличаются. Больший выбор стенобитных и метательных средневековых приспособлений всё это очень украшает игровой процесс. И на раз без них просто нельзя обойтись в бою. На море тоже бывают лютые мясорубки, так что контроль над морем тоже весомый аргумент в пользу победы. Также победить можно не только Завоеванием, ну и постройкой Чудо Света. Но если вы её построили, а строится оно очень долго, то вам придётся его ещё определённое время защищать. А враги, естественно, будут люто срать кирпичами, непрерывно на вас нападать, так что готовьтесь к защите. Также в игре есть такая фича, как реликвии. Они бывают разного вида, но суть одноэтажных. Вы собираете их монахами по всей карте, они разбросаны в самых разных местах, и запиливаете их в свой монастырь. И в вашу казну прибавляется нехилый профит. Понятное дело, враги так просто вам их не отдадут, и они будут всячески вам мешать. Также, если у вас есть союзник, можно черпать голду торговыми путями. По суше, либо на море. Количество голды по торговому пути определяется расстоянием между вами и союзниками. Врагам, естественно, это тоже не понравится, и они будут всячески крысить ваши торговые судна и повозки. Еще есть редактор сценариев, и можно освоять свою карту и гандошить на ней неприятелей. Так что, по интересности и актуальности, эта игра не проигрывает ни одной РТС, что есть на данный момент. И если вы не поклонник серии Warcraft, то эта игра определенно для вас. Далее, мы рассмотрим последнее детище этой серии Age of Empires 3. В 2005 году вышла уже Age of Empires 3. Игра получилась довольно хорошего качества, но интересности она уже проигрывала Age of Empires 2. Более скучные компании и упрощенный геймплей. Игра разрабатывалась в Enceible Studios, но потом Microsoft эту команду распустила и набрала каких-то людей по объявлению, которые уже и заканчивали игру. События игры происходят в Америке, то есть колонизация он им европейцами, англичанами, немцами, португальцами, испанцами, голландцами, французами и русскими. Каким боком здесь османы, я не понимаю. Насколько я знаю, в колонизации Америки они не участвовали. Что происходит в самой игре? Нации выделяются отдельными воинами, постройками, а также колония, которая строится в новом свете, получает поставки из метрополии, то есть из Европы. Поставки у нее тоже отличаются форты, улучшения, фабрики, наемники и многое другое можно заказать из метрополии. Поэтому в новом свете вы должны зарабатывать опыт, чтобы открывалась очередная поставка. На карте нового света есть торговые пути, на которых нужно строить фактории, иными словами, рынки. Также по карте могут быть разбросаны деревни аборигенов, где вы можете нанимать их в свою армию. Еще нужно сказать, что карта нового света прорисована очень точно, где реально происходили стычки за новый свет. Так как время у нас уже 17 век, армии используют пороховое оружие, пушки и паровозы. Есть еще один вопрос к разработчикам, почему у русских предводитель Иван Грозный, если он жил в 16 веке, а колонизация русских в Америке началась только в 18 веке. Их же митрополия называется Санкт-Петербург, если его в то время еще и в помине не было. В целом игра получилась неплохая, но до АО Е2 все же не дотягивает. Но это ни в коем случае не делает ее плохой игрой. Хорошая графика, где заметно доработали разрушение домов, красивая вода. Все это АО Е3 уже может этим похвастаться, нежели предыдущие части. Но олдфаги предпочитают вторую часть, оно и понятно, легенда есть легенда. Также было выпущено два дополнения в Ажди и Азиатские династии. В первом дополнении нам дают возможность погонять за аборигенов Америки, а во втором за Азиатские державы. И естественно есть редактор карт. В 2011 году был выпущен такой высер, как Age of Empires Online. О игре я толком ничего не знаю. Знаю только то, что игра распространяется бесплатно по интернету, отличается дерьмовой графикой, и то, что жанр у нее уже MMO-RPS. А это ничего хорошего не говорит. Так что по сути эта игра никакого внимания не достоинна. Субтитры создавал DimaTorzok